Если зима теплая, значит работа сложится. Такова главная примета энергетиков, шутит Валерий Карпов. В профессии он уже 35 лет. Сейчас начальник топливного участка на Тольяттинской ТЭЦ, которая снабжает теплом и электричеством автоваз. Он помогал проводить модернизацию оборудования, контролировал строительство новой наливной установки. Сегодня Валерию Николаевичу присвоено звание заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области. Мы храним, принимаем, храним, готовим и перекачиваем мазут, который является резервным топливом для ТЭЦ-ВАЗа, для тепловой станции. Я сам по себе трудоголик, поэтому работает у меня это все. То есть я мало куда езжу или практически не езжу. То есть это у меня вот работа, ну и плюс хобби мое. Энергетическая отрасль в регионе взлетела на небывалую высоту в военные годы, когда было необходимо снабжать теплом и электричеством эвакуированные в Куйбышев заводы. Сегодня на предприятиях, поставляющих энергию, трудится около 40 тысяч человек. В последние годы в регионе появилось более 600 километров новых линий электропередач. Реконструирована подстанция Куйбышевская, которая сегодня может обеспечить электричеством свыше 70% территории губернии. В ходе подготовки к чемпионату мира началось строительство новой подстанции. Она станет главным источником электроснабжения стадиона «Самара-Арена» и всех прилегающих к нему объектов. «Самара-Арена» очень мощная, набирает новые обороты, очень много модернизируется. Потому что это все, все, что сегодня движется, крутится, поднимается, пускается, это все связано с вашей работой, источником энергии, который подается на любой объект. Это комфорт для людей. На празднике, посвященном Дню энергетика, губернатор за вклад в профессию вручил работникам профильных компаний почетные знаки и грамоты. Коллективы предприятий получили в награду знамена, украшенные памятной лентой. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.